Приветствую вас и давайте попробуем по порядку пройтись по тем вопросам, которые вы задаете. Во-первых, вы написали такую вещь, что теперь, когда вы изменились, вам стало тяжело принимать людей, которые имеют определенные негативные вредные привычки и вы с ними общаться не можете. Вы имеете в виду девушек, но я думаю, что речь не только о девушках, но и вообще о людях. Поскольку этот момент для вас не до всем ясен, как мне показалось, то давайте попробуем его прояснить. Дело в том, что вы до недавнего времени, как я понял, вели жизнь, довольно-таки похожую на ту аспекты, которой вам сейчас тяжело принять. И это нормально, когда человек, оказываясь примерно в вашей ситуации, отказавшись от, по сути, временных привычек, уже не может принимать других людей с такими же привычками. Почему? Потому что в них человек видит отражение себя самого. Когда же вы видите, как какая-нибудь, например, женщина, да, там, скажем так, например, курит, курит или там в непрежавом состоянии, это все неприятно вам. Почему неприятно? Потому что вы видите в них себя. И вы понимаете, что вы, по сути дела, были такими же и так же выглядели. И вам это очень и очень неприятно. Что сказать? Реакция совершенно нормальная. Думаю, пройдет время, вы станете относиться спокойно с подобным проявлением. И вы начнете понимать, что подобное проявление не значит, что сам человек является плохим или не значит, что человек, например, постоянно так себя ведет. То есть у вас есть комплекс. Какой комплекс? Смотрите. А вы много, значит, уделяли внимания вредным привычкам, часто выпивали и так далее. И вас этот образ жизни сейчас возочаровал. И когда вы видите, что человек тоже выпивает, вам уже автоматически, потому что вы сами так себя вели, кажется, что он тоже часто и много выпивает. Хотя в действительности вы этого, конечно же, знать не можете. Не можете знать, много ли он выпивает или часто. И вы не узнаете этого до тех пор, пока на самом деле не пообщаетесь с человеком. Пока не приведете с ним какое-то время и так далее. И так далее. Пока не убедитесь в том, что он действительно делает. И на это нужно время. Но вы пока, видимо, к этому не готовы. Вам нужно это еще только принять. Принять, что у каждого есть своя судьба. Принять, что у каждого есть своя ситуация, свои жизненные обстоятельства. И вполне вероятно, что очень хороший человек выпьет просто потому, что ему, например, в данный момент плохо. Это совсем не повод от этого человека отказываться, отворачиваться от него, не общаться с ним и так далее. Но я думаю, что это своего рода максимализм. То есть, если раньше вы были в не очень хорошей компании, то сейчас вы выбрали другую компанию. Компания хорошая. И вам хочется, чтобы ничего не напоминало о вашем прошлом. Еще раз повторю. Свободная, так сказать, свободная ассоциация, она пройдет со временем. И вы научитесь более терпимо, более толерантно воспринимать людей и не делать таких скоропостижных выводов относительно них. Потому что все-таки нельзя судить вашего человека только потому, что вы увидели его, например, с пивом или увидели его в пьяном. Случиться может со всеми и что угодно. И вы не знаете этого человека. Я думаю, что как минимум стоит немножко поговорить, посмотреть на образ жизни человека и так далее. А следующий важный момент. Вы пишите, что люди поначалу притворяются. Почему они так делают? Ну, вообще говоря, знаете, человек притворяется ради такой мимолетной цели. Молестная цель – это показаться вам достойным, показаться вам интересным, показаться вам, ну, как бы это сказать, хорошей парой. Только проблема в том, что хорошего из этого, вот действительно хорошего из этого, не получится ничего. Потому что за пущенные глаза пылью всегда придет реальность. Причем, какой бы эта реальность ни была, она все равно придет. И человек останется у разбитого корыта. Поэтому вы спокойно относитесь к тому, когда люди вокруг вас или с вами, неважно, притворяются. Ну, хочется им это делать. Пусть. Они не понимают, что вредят же сами себе. Они не понимают, что это им хочет, а не вам. Что же касается свободного времени, да, то есть, ну, понятно, что вы тратите на людей свое время, а потом там выясняется что-то не очень хорошее, что они недостойные и так далее. То есть, если вы это время не шелите, то вы и так набираетесь опыта. То есть, вы за временем научитесь это притворство распознавать и не будете уже на него вестись. То есть, чем дальше, тем более опытным вы будете становиться. И меньше времени вам потребуется для того, чтобы определить, врет человек вам, например, или нет. Но отказываться от общения с людьми, которые на первый взгляд вроде бы в руки, я бы точно вам не рекомендовал. Ещё раз повторю, можно упустить хороших людей. Пожалуй, здесь, прежде чем ответить на ваши вопросы, мне бы хотелось сказать такую вещь. Если человек говорит, Хотите, знаете, узнать человека, как можно быстрее, какой он внутри? Спросите его примерно так. Расскажи о своих знакомых, о своих друзьях. Какие они? И послушайте, что человек вам расскажет. Вот вы пишете здесь, что вам говорили, что знакомый, человек, с которым вы общались, очень плохие, он один хороший, да, и так далее. Ну, вот вам явные показатели того, какой человек внутри. Какая у него культура. Что он в себе несёт. Видите ли, хороший, разумный, гармоничный человек никогда не будет говорить, что другие люди плохие. Никогда не будет считать себя хорошим. Потому что у этого человека достаточно развитый интеллект, чтобы понимать, что его мерило хорошо и плохо не подходит для других. И достаточно у него гармонии для того, чтобы не опускать других людей, стремятся вернестись над ними. И я думаю, что этот вопрос, являющийся по сути самым простым, являющийся по сути нейтральным, мог бы вам помочь определить, какой человек перед вами. Следующий важный момент. А если человек говорит, что вокруг него плохие люди, и говорит о недостатках этих людей, то психоанализ нам здесь указывает прямо на то, что, простите, такой человек говорит о себе. Такой человек в других виде только то, что является отражением в нем самому. Это тоже вам на заметку для дальнейшего общения, для дальнейшего продуктивного общения. Ну а теперь ваши вопросы. Значит, почему так происходит? Ну, тут я на самом деле сказал, почему. Люди притворяются, потому что хотят пустить пыль в глаза, хотят оказаться, надеяться, что первоначальный образ, первоначальное впечатление приживется, и вы уже не будете обращать внимание на что-то другое. Ну, надо говорить, надеяться, не надо говорить, говорить о том, что это крайне недальновидно. Следующий момент. Наши... После того, как вы изменились, девушки интересуются вами намного меньше, чем раньше. Понимаете, вы, конечно, не написали, сколько вам лет, вы написали, что в 19-е вы очень сильно изменились, ну, сколько времени прошло, не очень понятно, но если предположить, что вам сейчас остаются 19-е, то ваши родительницы когда-таки, наверное, считают вас очень скучным, рафинированным, занудим молодым человеком, и им сейчас, в вашем возрасте, нужны как-раз-таки такие вот плохиши, кто матерится, кто куриц, там, пьет, и так далее, просто потому, что с ними весело, просто потому, что с ними нет никакого чувства ответственности, знаете, никакой серьезности, никакой определенности. Средо того, что у девушки этого тоже еще пока не хотят. Именно поэтому вами стали интересоваться меньше, потому что вы стали меньше выделяться. Вы стали меньше выделяться. посмотрите, человек, который выпивает, курит, ведет себя закультурно, матерится, он выделяется. И девушки на это обращают внимание. Люди вообще обращают внимание на тех, кто выделяется. Вам, если вы хотите выделяться, нужно делать это, но используя свои другие влажительные черты, например, помогая людям, например, занимаясь каким-нибудь делом, например, как-то еще себя проявляя и так далее. Либо, если вы не хотите этого делать, то вам необходимо просто-напросто обращать внимание на девушек постарше, которые уже более серьезные, которые уже имеют определенные цели в жизни и которые, что важные и главное, не так сильно выделяют. Так, обратите внимание на график скромных, график серьезных, не очень многословных людей, которые не очень заметны в компании, но, тем не менее, именно в них укроется то самое, в чем вы сейчас нуждаетесь. Кроме того, хочется отметить, что тот тип людей, о котором вы говорите, обладает такими характеристиками личности, как самодостаточность, а самодостаточность исключает, к сожалению, обязательно или уж стабильное точно времяпровождение в компаниях. Поэтому старайтесь обращать внимание на людей одиночек, на девушек-одиночек, которые не проводят свое время в своем компании. Еще раз повторю, самодостаточность является не только признаком силы и серьезности, но и неизменно предвещают одиночество. Исходя из того, что вы написали, именно такой человек вас заинтересует. То есть вы сами-то изменились, а вот по привычке еще обращает все внимание на привычный тип девушек. Это не их правильно. Вы изменились, и девочки вам теперь нужны совершенно другого типа. Я бы даже сказал, что вам нужны женщины, то есть уже те девочки, которые осознали себя, которые поняли, кто они и живут тянут жизни, которые стремятся к определенности, к стабильности, к спокойствию и так далее. Ну и естественно, нам достаточные интеллигентные и интеллектуальные люди, с которыми можно было бы о чем-то поговорить. Надеюсь, я вам помог, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился самый ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!